Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко. И мы приготовим рис с мясом по-новому. Для приготовления нам потребуется 500 грамм мяса. Я взяла вырезку свинины. Можно взять любую другую часть туши. Также нам потребуется 3 мультистакана длиннозерного пропаренного риса. Это 400 грамм. Крупная луковица весом 150 грамм. Морковь весом 120 грамм. Крупная долька чеснока. Чайная ложка томатной пасты. 80 миллилитров соевого соуса. Подсолнечное масло. Карри, соль и вода. В чашу мультиварки наливаем 3 столовые ложки масла. Выбираем меню режим жарка. Ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. При закрытой крышке масло нагревается быстрее. Масло нагрелось. Отправляем обжариваться лук. Морковь. Время жарки 5 минут. Теперь добавляем мясо. Добавляем 80 миллилитров соевого соуса. Пол чайной ложки карри. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чуть больше, чем чайная ложка. Чайную ложку томатной пасты с горкой. Чеснок, порезанный не очень крупно. Промытый рис. 3,5 мультистакана холодной воды. Это примерно 560 миллилитров. Все хорошо перемешиваем. Соль, специи. Все должно распределиться равномерно. Томатная паста и соевый соус тоже должны распределиться. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме рис, крупы. Можно готовить на режиме плов. 40 минут или до окончания программы. Время истекло. Рис готов. Рис готов. Аккуратно все перемешиваем. При подаче на стол еще дополнительно поливаю соевым соусом для вкуса. И подаю еще со свежими овощами. Второй рецепт. Приготовим рис с копченой колбасой. Для приготовления нам потребуется 2 мультистакана риса. Это 270 грамм. Рис берем круглозерный или средний зерный, который для плова отлично подойдет для этого блюда. 150 грамм копченой колбасы. При желании копченую колбасу можно заменить на копченую курицу. Небольшая морковь весом 50 грамм. Маленькая луковица весом 80 грамм. Из приправ я буду использовать смесь перцев. Можно использовать любую приправу на ваше усмотрение. Еще нам потребуется подсолнечное масло и вода, а также соль. Блюдо готовится очень просто. Мелко нарезаем лук. Некрупно нарезаем колбасу. Вот таким образом. Осталось натереть морковь на мелкой терке. Натираем именно на мелкой терке. В чашу мультиварки наливаем подсолнечное масло 2-3 столовые ложки. Не разогревая чашу, отправляем туда морковь, лук и колбасу. Морковь, лук и колбасу перемешиваем в чаше. Чтобы они все получились в масле. А также смешались друг с другом. То есть равномерно распределилась морковка, лук. Теперь добавляем промытый рис. Добавляю немного смеси перцев. Соль добавляем по вкусу. Не забывайте, что соленая еще и колбаса копченая. Чуть больше чайной ложки добавляю соли. Добавляем 3 мультистакана холодной воды. Это почти 500 мл. То есть примерно получается выше уровня риса. Ну на пол сантиметра, максимум на сантиметр. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме рис крупы. 35 минут или время по умолчанию, пока не выпарится вся вода. Нажимаем старт. Время истекло. Рис готов. Морковь придает приятную желтизну блюду. Копченая колбаса, аромат копченостей. Блюдо готовится очень просто и быстро, а съедается моментально. Если вам необходимо что-то быстро приготовить на обед или ужин, этот вариант для вас. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!